Гамбургер Хофф 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 Спасибо. У вас вопрос? Позвольте мне закончить ее? Не позволю. У вас вопрос? Еще год назад наш ЦК обратился к письмам канцлеру Кизингеру, которым предложил провести переговоры по вопросу о легализации партии. Но правительство оставило письмо без ответа. Коммунизм нельзя вычеркнуть из сознания людей. Слово товарищу Герберту Миссу. В последние годы мы, коммунисты, широко использовали легальные возможности. Общественность РГ постепенно освобождается от антикоммунистической пелены и пристальнее присматривается к действиям коммунистов. Господин Миссу арестованы. Нам нечего скрывать. Наши цели гуманные и демократичные. Позор властям, отказавшимся от демократии. Полицейскими дубинками нельзя убить идеи коммунистов. Я Грета Силе. Буду отвечать на ваши вопросы. Пресс-конференция продолжается. Прошу вопрос. Какие основные задачи формулирует программа вашей партии? Вести борьбу за восстановление в стране социалистического общественного строя. За расширение демократических прав населения. За социальную обеспеченность трудящихся. Это главное. Следующий вопрос. Я принес фотографию пресс-конференции, которая, хотя и не состоялась, но имела отклик во всем мире. Я был там и видел, как вас арестовали. Говорят, вам в фильму принесли красные розы. Это было? После 17 лет подполья я рискнул совершить первый шаг на свет и от властей получил наручники а от друзей красные розы и гвоздики. Это символично, неправда ли? Красная гвоздика, цветок рабочего движения, солидарность. Что касается роз, то, возможно, это намек, что у них есть шипы. То есть, жизнь коммуниста приносит не только радости, но и страдания. Как вы объясните им, за что здесь преследуют коммунистов? Преследуют коммунистов, над ними издеваются, и отталкивают на край общества, потому что они хотят решающих преобразований на благо трудящихся. Это причина запретов на профессии и дискриминации, а вовсе не подозрения в попытке свергнуть буржуазно-демократический строй. Недавно в Эссене я видел гигантскую демонстрацию в защиту мира. Из балкона я заметил, как сотрудники органов безопасности фотографировали всех участников демонстрации. Борьба партии мира и партии войны издавна ведется на немецкой земле. И один раз, в решающий момент, партия мира была оттеснена. Каковы шансы сейчас? На последнем митинге только фотографировали. А в 1952-м полиция стреляла в молодых борцов за мир. Борьба между партией войны и партией мира продолжается. Не только коммунисты, но и другие прогрессивные люди ФРГ добиваются, чтобы наша страна, Алекс, не была так активна в НАТО. Ведь усиленность стремления Америки переложить военные расходы на своих европейских партнеров, в частности, на немцев. А это плохо для всех нас, налогоплательщиков. Да, да, Петер. Посудите сами. Танк «Леопард» стоит 250 тысяч. Это стоимость школы. Современной, многоэтажной. Атомная подводная лодка, оснащенная ракетами «Полари» стоит 600 миллионов долларов. На эти деньги можно было построить 120 современных больниц. А, скажем, авианосец стоит 1 миллиард долларов. Это ГЭС, подобный Асуанской. «Алекс, давайте я посмотрю этот материал еще раз под таким углом зрения. С одной стороны, люди с их счастьем, трудом, надеждами и печалями, с их жизнью. С другой стороны, люди под угрозой массового уничтожения». Продолжение следует...